всем привет сегодня мы с другом сергеем отправились на наш местный дачный прудик фарфарис называется закрывать сезон зимней рыбалки погода отличная очень тепло солнечно но окунек был не особо активен поклевки были довольно редкие да и окуньки ловились в основном мелкие вот такой бассейн или аквариум сделал сергей очень интересно за ними наблюдать слово сказать все эти пленники были впоследствии отпущены да вот именно такие матросики в основном и клевали процентов 80 улова были именно вот такие мелкие куньки об этом водоеме местных рыболовов соревновалось устойчивое мнение что здесь только мелочь в основном водится и собственно говоря она сегодня и ловилась поэтому я решил все же заглянуть под лед и посмотреть какая у нас рыба есть и сколько ее там вообще имеется опустил камеру под лед сначала рыбы совсем не видно соответственно и поклевок у меня тоже не было поэтому я решил немного прикормить насадочным мотыльом кормового мне конечно не было кстати сейчас очень хорошо будет видно реакцию окуня на прикормливание то есть понятно что сейчас вот рыбы нет я об этом не знаю и и со временем рыба начинает появляться а вот и первый окуньок который заметил что есть что-то интересное сейчас он увидел какого-то червячка он шевелящегося и прям жадно его заглотил зато перед камерой хорошо позирует но он на этом не остановился он сейчас умудрится еще и моего мотыляску тем не менее мормышка висящая без движения никаким образом вообще не привлекает рыбу и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть шанс все-таки на поимку... То есть шанс был бы гораздо больше... Так что прикаливание все-таки положительно влияет на собирание окуня подломкой... Даже вот в этом случае... Продолжение следует... Дальше на видео сейчас будут кадры... То есть которые доказывают лишний раз мои слова... То есть окуни будут потихонечку одним за одним подплывать... Иногда даже вот так вот позировать прямо перед камерой... И собирать потихоньку этих мотыликов... А мимо будут проплывать вот такие довольно-таки крупные особи... В наличии которых большинство из наших рыболовов просто даже не знает... Все думают, что у нас клюет только мелочь... Но собственно говоря, она и клюет... Но крупные окунь есть и довольно-таки много... В данном ролике всего 10 минут примерно именно подводной съемки... Хотя отснято было где-то 2,5 часа... Так вот за эти 2,5 часа проплыли вот эти крупные окуни... Ну по виду грамм от 200 и более... Ну несколько десятков это точно... И это всего лишь с одного места, с одной лунки... Вот как раз то, о чем я и говорю... То есть сначала заинтересовало прикормленное место... То есть лежит мотыль на дне... А теперь когда начинаешь играть мормышкой... Уже интересует рыбу мормышка... Ну промахнулся маленько, ничего... В следующий раз его поймаем... Но факт есть факт... То есть сначала заинтересовало рыбу прикормленное место... А потом уже сама мормышка, которая привлекает... Причем подходят они, как видно, с довольно приличного расстояния... То есть порядка метра они ее точно видят... Ну а может быть тут все-таки боковая линия... Ну вот собственно говоря... По всем этим кадрам... Сколько я ее не отсматривал... Так и непонятно... То есть... Что бы то не хватает в данный момент... Да... Чтобы клюнуть... Что их может спровоцировать... То есть дальше в конце ролика будут именно поклевки... Ну вроде бы все то же самое... Та же самая игра... Все то же самое... Но он либо клюет... Либо не клюет... Вот до сих пор это все... Непонятно... Явно видно, что да... Они вас сопровождают... Мормышку кверху... Но... Не атакуют... Хорошо, что на льду я не видел, что... Снимаю под водой... И не видел, что проплывают вот такие... Довольно-таки приличные локуни... Спокойно мимо проплывает... И пошел по своим делам... Да... Красавчик... А сейчас давайте посмотрим... Что происходит, если оставить удочку без присмотра... К счастью и подводная камера снимала... И основная камера тоже на льду снимала... Как окунь играет в футбол... И такого я еще не видел... Вот она оставленная удочка... Понятно, что идут поклевки... Но я в этот момент нахожусь... У напарника, у Сергея... Мы просто стоим там разговариваем... И я этого всего не вижу... А камера в это время все записывает... Вот что происходит подо льдом... Кадры просто очень интересные... Вот он схватил, выплюнул... Опять схватил... Все... Вроде бы должен пойматься... Сейчас он будет с этой мормышкой плавать... Плавать по кругу... Вот он ушел... Сейчас вернется назад... Вот он опять идет... Мормышка у него во рту... Он ее пытается выплюнуть... Понятно, что удочка не дает ему задать деться... Он все-таки небольшого размера... И вот так по кругу и плавает... Он пытается... Ее выплюнуть... В конце концов, ему это удастся... Как он не зацепился... Наверное, все непонятно... О, все... Выплюнул... Но опять же, только что ее выплюнул... Сам за ней опять гонит... Тут еще и соперники на перегонке... Кстати, на этих кадрах вот явно видно, что... Горизонтальная составляющая в проводке в данном случае... Гораздо сильнее привлекает рыбу, чем просто вот вертикальную... То есть, если бы мормышку можно было проводить горизонтально подо льду... То это было бы идеально... Вот сейчас второй пошел играть с мормышкой... Гоняет... О, выплюнул тоже... Все равно не успокоится сейчас... Другой гонится... А тут уже я подошел... И не дал ему осуществить его коварный план... Конечно, видео было бы неполным, если бы я не заснял несколько поклевок... Так что давайте их посмотрим... Что-то может быть как раз кому-то окажется полезным и интересным... Вот, обычная проводка... Все, в принципе, так же я играл... Вот почему он клюнул в этом... Непонятно... То есть, когда-то они клюют, когда-то не клюют... Разобраться в этом очень сложно... Ну, сейчас просто сопровождаю... Сопровождают... Сопровождают... Но поклевки так и нет... Все, все разошлись... Интересно... Вот опять... Крупненький такой... Красавчик подошел... Посмотрел... Посмотрел... Такая охота сказать... Клюй... Но... Он не клюнул... Зато... Мотыльников... Собирают... Все, кому не лень... Все, кому не лень... Вот опять хорошие опыни проплывают... И это на нашем парфористе... Где... Большинство привыкли ловить... Исключительно мелочь... Которая... Помещается в спичный коралок... А рыбка все-таки есть... Просто надо подобрать к ней какой-то ключик... Эй, это подобрать... …исочкаки нету... В общем... Блин, пожалуйста, мы не разобрали... В общем... К nacьем, ты обращал... В общем... Эй, это... Эй, это твое место... Я не знаю... В общем... В общем... В общем... Ай! Устали... Присало... вот тоже интересная поклёвка раз и все и полетел посмотреть что там происходит на 2 дое вот как раз ситуация когда рыбаки говорят поклевка по зубам то есть он и заглотил пожевал выплюнул вы это почувствовали при подсечке и после этого очень часто говорят что вот все рыба разбежалась больше более ближайшее время поклевки не будет на самом деле смотрите ничего не произошло то есть он попал себе дальше и сам не испугался и других не напугал а сам еще и мотыля собрался поесть и поел так что видите не всегда поклевка по зубам как что-то кардинально влияет на клюв вот еще один пришел попозировать одной перекусить она сказать что окуня очень часто подходит камере то есть она вообще никак не интересует не пугает спокойно едят около нее вот такие то есть иногда все-таки попадались вот такие крупненькие но в основном как видите мелочевка так что мелочевка пойдет кошки будет кошки на радость вот тоже интересный момент смотрите как он поднимается за мормышкой просто гипнотизирует и а теперь в обратном направлении они все уже втроем вдвоем теперь вот опускаются как опускается сама мышка так и в окуне с такой же скоростью сейчас у кого-то терпение кончится лишь бы не у меня надо сказать что медленно опускаешься мормышка очень хорошо привлекают рыбу то есть они прям подходят с большого расстояния на но больше метра это точно они видят реагируют подходят ну а дальше уже все зависит от вас удастся вам их поймать или нет это видео наглядно показывает что все таки на нашем местном пруду на фарфаристе есть достаточно много рыбы и причем есть достаточно крупные окуни которые ну грамма 200 точно то есть за время съемки где-то часа два с половиной идет запись это все с одного места с одной лунки мимо проплывала но не знаю ну чтоб 50 точно всяких окуней даст довольно приличного размера почему они не клюют это как бы уже другой вопрос с этим еще предстоит разобраться но надеюсь что даже вот эти съемки помогут и нашим местным рыболовам да и вообще всем рыбакам подчеркнуть какие-то для себя полезные моменты посмотреть повадки рыбы как она себя ведет под водой как она реагирует на мормышку на прикармливание в общем надеюсь что это видео будет вам полезно на этом на сегодня все до свидания увидимся на канале